Поехали ребятки, всем привет, добро пожаловать на мой канал, с вами Борода, это Уэстленд Сурвайвл и у нас обзор на эту игру. Ну что ж, давайте посмотрим, насколько эта реплика похожа или не похожа, лучше или хуже, чем всеми любимый Last Day on Earth. Поехали! Ну что, мы типично для этих игр высаживаемся на локации, где должны построить свой дом, где я нахожу первые свои локейшены. Так, лошадь, на лошади вы сможете добраться до удаленных территорий и будете перемещаться быстрее по глобальной карте. Для того, чтобы ездить на лошади, вам нужно собрать стойло, окей. Так, ну что ж, здесь есть транспорт. Ну и, конечно же, для Дикого Запада более чем приемлемым будет транспорт в виде лошадушки. Хорошо, залутаем повозку, надеюсь, что на этой повозочке мы найдем что-то вкусненькое. Так, 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 охотничий нож, отлично. Так, шляпа пока что не ковбойская. Это у нас крепкие брюки, давай заберем. Ну а все остальное пускай пока что полежут здесь. Довольно много там можно разместить инвентаря. А, койот! Ядрен батон! На-нах! Так, уничтожаем койотишку. Так, первый койот был убит. Идем дальше. Нашу территорию захватили бандиты, поэтому они основной наш враг, я так предполагаю. Ну а пока я убиваю койотушек. Вижу, что здесь есть и зайцы. А зайцы-то вместо оленюшек, естественно. Ну, то есть ничего нового, в принципе, все как полагается. Вот что мне нравится, так это то, что здесь все довольно ярко. И смотрится это действительно прикольно. Хорошо. Это мы все убрали. Нам дальше там предлагают создать топоришку. Ну давай, давай создадим топор. Так, три бревна нужно дойти на этот топор. Бревны я, если честно, пока нет, вижу. Вот, первое бревно есть. Второе бревно есть. Ну а третье моя бывшая. Ха-ха-ха. Хорошо. Давайте сделаем. Так. И эбой. Сделали. Теперь я могу рубить деревья. Экспа падает. У меня пока что... О, кстати, вот рядышком с экспой показано и количество жизней. Довольно-таки необычно по дизайну. Это прикольно. Мне это нравится. Это что-то новенькое, знаете, ребят. То везде все одинаково. Одинаковые шкалы, графика. А здесь ты видишь редизайн, мать твою. Вырубим пару деревьев. Я должен поставить свою базу, свой дом. Я думаю, фундамент вот этого будет более чем достаточно. Хорошо. Да, этого достаточно. Теперь я должен уже, по идее, мочь выйти. Единственное что, сделаем дубинушку. Отлично. Так. Я думаю, мы с дубинкой для начала пойдем. Не будем сильно затраты делать по броне. Я думаю, это все нам пригодится дальше. Поэтому пока можно все сбросить. А вот сюда. Топор тоже с собой можно взять. А у нас халявный сундук есть. Дом я поставил. Нету всеми любимых красных или тигровых труселей, как мы привыкли видеть их в других играх. Здесь такие панталоны чудобрячие. Так, давайте посмотрим. Охренеть, тут карта большая. Блин, вы только посмотрите, сколько здесь доступных локаций. Это жесть какая-то. Так, давайте изучим, что вот это такое. Так, пастбище бизонов. Хорошо. Бизончики есть. Помимо этого сосновый лес. Помимо этого у нас горное плато. Дальше здесь кто? Базы соседей наших. Это у нас коминг-сан. Пока что, я так понимаю, сюда нельзя идти. Скоро будет доступно. Здесь у нас индийское племя. Дорога на это место заблокирована. Так, здесь нужно сделать сломанный мост. Охренеть, как здесь много всего, друзья. Давайте сходим на пастбище бизона. Посмотрим, что там есть. Чего стоит вообще ожидать, ждать. Но в целом, вы посмотрите на масштабы карты. Она реально гигантская. Здесь миллион просто локаций. И я уже потерялся, если честно. Охренеть. Залетаем, смотрим, что за бизоны. Я так понимаю, они будут нашей или же основной добычей здесь, на этой локации, или основным врагом. Да. Испытания можно проходить раз в два дня. Ух ты. Но это вроде как не испытания, поэтому сейчас будем смотреть, будем изучать. Кстати, дружище, если тебе нравится эта игра и ты хочешь ее видеть еще больше на канале, то не забудь поставить свой вкусный лайкосик в описании. Там все есть, поэтому, дружище, заходи, обязательно оставляй и комментарий, и лайкосик. Мне всегда приятно это все читать. Я безумно благодарен. Лутаем ящик. Что это? Провода, проволока, проволока. Отлично. Проволока и семена кукурузы. Здесь мы будем с вами выращивать, друзья, кукурузу. Долой морковку. Долой сельдерей и прочую хрень. Только серьезные культуры. А вот и бизончик. Да, все-таки основная задача здесь будет убивать бизонов. Давайте посмотрим. Ну, у них целых 100 хп. Ой, он меня тоже бьет. Ооо, беда, беда, беда. Я не ожидал. Я не ожидал, что он на меня загрится. Ты же зеленый, дружище. Ооо, что-то мне подсказывает, что меня сейчас бизон убьет. Или не убьет. Должен осилить одного. Охренеть. Он был добрым. А после того, как я его ударил, он начал бить меня в ответ. У меня осталось 35 хп. Я не нашел еще здесь ягод. Поэтому, если здесь такого нет, то это будет сложно, однако. Но я думаю, что какую-то культуру съедомную здесь можно будет все-таки раздобыть. Так, вот, допустим, кактус. Это, скорее всего, оно, да? Так, плод кактуса. Это лечение постепенное, но 20 единиц. Там было так написано. Что, серьезно? Еще и новый уровень. А, отлично. У меня почему-то 103 хп стало. Возможно. Я не скажу 100%, но возможно. С каждым уровнем у нас будет повышаться количество общего хп. Это будет тогда вообще безумно круто. Мне уже нравится эта игра, друзья. Она определенно подходит под жанр нашего канала. Поэтому ее стоит снимать. Но, конечно же, если тебе она понравится. Если тебе она не зайдет, то мне ее снимать незачем. Ты же понимаешь. Там, по-моему, был волк, а не койот. Потому что эти мелкие, это явно койоты. А здесь был, мне кажется, волк. Шерстяной волчара против меня, ребят. Давайте попробуем его убить. Кусает по 10. Ну, то есть, точно так же, как и бизон. Значит, для нас это не сильно страшно. Очень много мяса. Очень много кожи будет у меня. Потому что пока что, кроме койотов, я здесь больше никого не увидел. То есть, здесь в основном только идут сейчас животные. И, я не знаю, должны быть, наверное, бандиты. Потому что мне, когда я появился на локации, было указано, что мою территорию захватили бандиты. И тебе придется отбивать ее у них. Посмотрим, так ли это. И стоит ли именно этого ожидать от этой игры. Много локаций означает, что можно снимать много гайдиков, обзорчиков этих локаций. И это позволяет делать хороший контент. Так, я еще не нашел ни одного... Не, один сундук я нашел, вру. Один сундук мы с вами нашли. Я его открыл. Так, еще ягоду малину нашел. Так, хорошо. Кстати, восстанавливать реально круто. Не надо по 10 ягод давать. Тебе дают всего одну ягоду с одного куста. Но она восстанавливает по количеству точно так же, как и восстанавливала бы нам 10 ягод. То есть это очень круто. Здесь очень много бизонов. Вот сейчас я вижу. Так, сейчас они убегают от меня. Но, конечно, я их не трогаю. И если бы я брал с собой какую-то пушку получше, или брал бы с собой больше оружия, или брал бы с собой какую-то броню, я бы смог их убить. А так, ну, я просто не осилю, ребят. Вы сами понимаете, вы видели мой скромный урон, который я наношу. И это просто физически невозможно будет. Мы попробуем забить еще хотя бы одного-двух бизонов. Если нам это удастся, это уже будет безумно круто. Ну, а если нет, то что я могу сказать? Значит, не судьба. Так, это травушки. Так, с них тоже падают, кстати, семена кукурузы. Хотя, а нет, похоже, похоже. Внешне, визуально тоже похоже. Просто отображение на карте все-таки идет, как обычная трава. Но, если присмотреться, то все-таки видно, что мы собираем кукурузу. Так, хорошо. И всего один сундук мы нашли, ребят, на целой вот такой вот гигантской локации. Как по мне, это очень мало. Так, у меня почти левел ап. Я думаю, можно щитырить и забить сейчас бизона. По идее. Мне кажется, это будет очень умно. А там как раз мы уровень апнем. И сможем убить еще одного бизона. Поехали. Давай, давай, давай. Камон, детка. Да, это будет изи. Этого бизона мы убьем. Это круто. О, нет, 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 нет. Смотрите, ты шо, братан? Второй сразу же на меня агрится, ребят. И это уже проблематично, потому что сейчас я могу умереть. Я не знал, что если меня увидит второй бизон, он тоже будет на меня агриться. Но это факт. Именно это и происходит сейчас на ваших глазах. О, это было очень жестко. Это было реально жестко. Я думал, меня сейчас сожрут. Но нет, я все-таки смог затащить. Если здесь койот сейчас, то мы его убьем. Нам нужно все-таки апнуть левел. Нам нужно бить его аккуратно. Нам нужно бить его так, чтобы нас не заагрил бизон. Потому что если бизончик заагрится, то надо... Вот это сейчас было плохо, ребят. Надо убить койота. Убить его любой ценой. Хорошо. Валевая победа ждет нас, друзья. Так, там еще вроде как один сундук. Но мне кажется, это тот, который мы лутали. Да, смотрите, у меня уже 106 хп, ребят. Как я и говорил, все-таки будет увеличиваться. Этот сундук мы лутали. Значит, больше я могу не рассчитывать на то, что я найду здесь сундуки. Но почему-то здесь очень много еще койотов. Я вроде бы... Они что, восстанавливаются? Ребят, вам не кажется, что оно возобновилось? Возобновилось заново полностью. Все. Я, конечно, не эксперт. Но мне кажется, эту сторону я зачищал полностью. Ух ты, там новая шерсть какая-то. Шерсть шерстяного волка. Это прикольно. Выглядит очень круто. Так, у меня есть второй карман? Да, у меня есть второй карман. Хорошо, туда можно поместить мясо. Так, и вот теперь можно сделать вот так вот. Если локации самовозобновляющиеся, то это настолько читерно. Друзья, я даже не знаю, как это объяснить. Просто именно такую вещь можно было наблюдать в Outline. Если кто-то помнит эту игру, я ее довольно долго обозревал. Даже делал некоторые трансляции по ней. То именно такая возможность была в той игре. И если сейчас я действительно не пропустил, а локации самовозобновляются, это вообще жесть. Потому что вы представьте, как можно быстро выкачиваться в этой игре, не выходя с одной локации. А это означает, что можно очень сильно экономить на затратах энергии. И таким образом, за день, я думаю, можно выкачать левелов 50, не выходя даже с локации. Просто бегаешь, собираешь. Тебе нужно будет много хилов. И все. Это очень круто. Так, сразу же в карман смещается ягода. То есть, если у тебя ягода сидит в кармане, то ты можешь спокойненько ее собирать. Она переместится прямо в карман. Так, дальше у меня инвентарь заполнен. Волокон полно, семен полно. Можно просто идти убивать засранцев. Так, койоты. Оружие сломалось, елы-палы. Дальше придется в рукопашку. Хорошо, я справляюсь с этой задачей. Все-таки это несложный монстр, несложный боец. Так, вот сейчас проблемка. Хорошо, давай сделаем вот так вот. Кстати, топор мне здесь даже не понадобился. Если вы успели обратить внимание, я могу его даже просто, мне кажется, выбросить. Потому что здесь банально не было, ребятки, ни одного дерева, которое можно было бы разрубить. Поэтому зря притарабанил с собой топорюшку. Но зато теперь мы знаем, что если ты идешь на бизонов, то здесь тебе явно топор не понадобится. Хорошо, забираем, убиваем, собираем. И я хочу забить еще как минимум одного бизона. Так, надеюсь, мне это удастся. Пошли. Не-не-не-не-не-не-не-не. О, черт возьми, ребят. Сразу сейчас второй на меня заагрился. И это вообще жестко. О, как же это жестко. У меня всего 41 хп остается. 31 хп, ребят. 21 хп. Мне нужно бежать. Мне нужно уходить с этой локации, иначе мне крышка. Да, он бежит все-таки за мной Я думал, он не будет агресса, смотрите Пока я стою тут, он... О, нет, 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 вот он, и все, рядышком Ну что, ребят, вот такое вам пастбище Животных Мы сделали обзорчик на игрушку West Live Survival, не знаю, она мне очень сильно Понравилась Я обязательно буду вам ее рекомендовать Вы пишите свои комментарии Пишите отзывы по этой игре, если она вам действительно Понравилась, и не забывайте про лукасы Всем спасибо, с вами был Борода До скорых встреч, пока-пока